добрый вечер коллеги добро пожаловать на подкаст сегодня у нас 24 декабря пятница значит пришло время очередного регулярного нашего пятничного дайджеста сегодня у нас получилась очень интересная подборка я надеюсь вам понравится потому что помимо фундаментального анализа от аналитиков я проведу для вас такой краткий экспресс технический анализ прежде чем мы начнем я хотел бы напомнить что вся представленная информация ни в коем случае не является индивидуальной стоны рекомендации ни при каких условиях пожалуйста имейте это ввиду и обращайте внимание что все решения вы принимаете самостоятельно давайте начинать итак у нас сегодня как я говорил очень хорош будет подборка напомню что по итогам подкаста у вас будет текстовый файл где вы сможете ознакомиться с фундаментальным анализом с доводами аналитиков лучших аналитиков wall street почитать все подробно также у вас будет аудиофайл для тех кто не хочет читать или не хочет смотреть на youtube канале и будет видеофайл для тех кто хочет аудио или текстовый или ему недостаточно этих файлов то есть будет три варианта записи поэтому наслаждайтесь материалом давайте начнем у нас как я сказал сегодня будут очень интересные цифры сделаем побольше итак первое у нас подборка две акции которые сейчас подбирают инсайдеры и не просто подбирают а подбирают с большим дисконтом потому что бумаги находятся на таком техническом дне и две компании первая это химс и она нам очень знакома на самом деле у нее потенциал роста 86 процентов в 2022 году это по мнению по мнению аналитиков и вторая компания это job и здесь потенциал роста 129 процентов в предстоящем 2022 году то есть в ближайшие 12 месяцев бумага может дать 129 процентов по 10 процентов в месяц следующая подборка это три акции от с рекомендацией стронг бай то есть к покупке которые уже сейчас показывают просто монстрский рост очень хороший сильный рост первой компании ITCI у нее потенциал роста в ближайшем году 25 процентов и вторая компания CYTK у нее потенциал роста 31 процент в предстоящем году третья компания smart global holdings SGH мне не знакома с потенциалом роста 28 процентов в предстоящем календарном году следующая подборка от ребят из Morgan Stanley две акции с рекомендацией buy attractive entry point attractive entry point имеется в виду заманчивая точка входа то есть очень привлекательная точка входа первая компания XM ticker с потенциалом роста 70 процентов предстоящие 12 месяцев и и вторая компания TOST как POST и с потенциалом роста от 61 процента до 82 процентов в ближайшем будущем следующий подборка у нас от katywood нашей любимой katywood три инновационных акции с рекомендацией strong buy первая компания TSP с потенциалом роста в ближайшие 12 месяцев 81 процент некоторые аналитики ожидают целых 130 процентов по данной бумаге вторая компания pager duty PD с потенциалом роста в предстоящем году 73 процента от можно даже сказать от 67 до 73 процентов и третья компания fate therapeutics фи эти и с потенциалом роста 67 процентов в 2022 году фантастические цифры но от к эти других цифр и наверное не стоило ожидать следующая подборка от royal bank of канада и у них подборка двух дивидендных акций я вам скажу конечно ставки дивидендные в этих компаниях мне очень сильно удивили они прямо прямо шикарные итак здесь подборка двух акций с дивидендами от 9 процентов первая компания nly это raid raid то есть фонд который управляет недвижимостью с дивидендами 11 процентов и с потенциалом роста 15 процентов то есть самой самой акции вот и вторая компания химеры инвестмент корпорейшн я бы не назвал прощения cim химеры инвестмент корпорейшн с дивидендами в 16 процентов и потенциалом роста в ближайшие 12 месяцев 26 процентов прекрасная акция конечно пять акций из кто увлекается именно инвестициями в united kingdom то есть в англию и так это адрки первая компания drx drugs group с потенциалом роста 27 и 5 процентов в ближайшие 12 месяцев вторая компания и nf с потенциалом 33 процента в ближайшие 12 месяцев третья компания lloyds banking с потенциалом роста 28 процентов тикер lloy альфа вэйф айпи группа и и и и и и с потенциалом роста семьдесят четыре процента нереально конечно круто тиски от теско компания с потенциалом роста 13 процентов напомню это пять акций которые торгуются на английской бирже три strong buy stocks три акции от raymond джеймс raymond джеймс это тоже управляющая компания которая predicts предсказывают рост от 50 процентов в 2022 году вы не представляете как я радуюсь когда я вижу слово от потому что везде вот это вот до раздражает уже до 70 процентов до 50 дайте от вот ребята дают от итак первая компания и smt с потенциалом роста от 72 до 84 процентов и вторая компания юзер юзер тестинг юзер с потенциалом роста 65-68 процентов третья компания play play с потенциалом роста от 40 до 53 процентов процентов еще одна подборка strong insider buying тоже подбирают на дне первой компанией риме 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 три глобал р и л вай с потенциалом роста 189 процентов в 12 месяцев ближайшие есть мнение конечно что она вырастет на сто тридцать девять процентов но это тоже считаю немало health equity и вторая компания hq с потенциалом роста на 45 процентов в ближайшем ближайшем будущем третья подборка это три акции которые стоят до 10 баксов но могут дать triple digit upside то есть могут дать 3 икса и так как мы любим говорить да и первая компания rphm рно формать формате калс с потенциалом роста 553 процента так и хочется конечно закатлетить в такую компанию но нельзя некоторые думают что доход будет поменьше 419 процентов но я считаю даже неплохо redbox entertainment rdbx компания с потенциалом роста 306 процентов есть такое мнение у аналитиков но есть мнение по мне менее скромное что она вырастет на 178 процентов от текущих уровней за ближайшие 12 месяцев третья компания vian technology dsp с потенциалом роста сто девяносто три процента в 2022 году фантастически красивые цифры интересных компаний не поленитесь засуньте этот файл в переводчик и посмотрите о чем они говорят о чем говорит эксперты на что они опираются это очень интересно это не займет много времени но вы увидите каким образом топовые аналитики в целом оценивают компании как они их подбирают на что они обращают внимание на что они опираются как они оценивают бизнес это очень круто для меня в первую очередь это опыт я каждый раз когда смотрю графики и смотрю фундаментальный анализ я учусь тому как люди смотрят на акции это 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 то что можно наработать исключительно опытом почтение одной книжки ничего не даст вернее даст то что у вас будут фундаментальные она по не фундаментально понимая понимание того как как и что происходит но далее нужно нарабатывать навык и этот навык проходит несколько этапов развития когда вам нужно просматривать много фундаментального анализа и много графиков поэтому читайте это очень важно даже если вы не будете принимать никаких торговых решений вот но если вы будете принимать какие-то решения до начните с с виртуального аккаунта вообще возьмите просто даже сделайте себе финвизи бесплатные портфолио просто скажите вот я выбираю такие-то акции посмотрел обзор почитал фундаментальный анализ посмотрел графики я вот делаю ставку на такие-то акции это же интересного потом посмотрите что чего достигли через 12 месяцев были вы правы или нет какая динамика была внутри года у этой бумаги то это очень очень важно отрабатывать так такие вещи и они помогают они развиваются только со временем только время может вам помочь развивать эти эти навыки быстро такие вещи не происходят окей это был фундаментальный анализ давайте пойдем посмотрим на техническую картину смотрите я загнал все эти бумаги кроме английских потому что английские здесь почему-то не подтянулись я имею ввиду те бумаги которые торговались нас на лондонской бирже вот эти вот у кей файф шерс они почему-то здесь не потянулись но окей переживем можно их посмотреть на других платформах и так я загнал все бумаги сюда что мы сделаем давайте мы откроем сначала мы увидим что по итогам пятны пятничной сессии они как бы все показывают хороший рост но рынок в целом рост хорошо теперь давайте посмотрим на их техническую картину давайте посмотрим на пана и есть интересный пана и есть переоцененный пана и посмотрим на сектора из каких они секторов хэска технологический сектор по real estate of все остальное разброс рынок весь ее сай маркетка и посмотрим если тут серьезно бумаги серьезно бумаги есть вот толст xm и новой вообще в миллиардах торгуются но эти тоже ну неплохие посмотрим на цены где у нас цены вот цены есть пеники но если и не пеники из довольно таки и не дешевые бумаги ну да есть пеники ok ну что еще давайте посмотрим на объем торгов тоже неплохой тоже неплохой теперь давайте посмотрим на это это поверхностный анализ я подчеркиваю мы не будем делать очень детально анализ посмотрим на то как бумаги в целом росли кто у нас был вот на на эту графу посмотрим кто у нас в целом хорошо вел себя так скажем внутри года здесь здесь сразу видно down trend down trend как бы эти эти вещи сразу не смотреть down trend красно down trend красная здесь была разношерстная история и здесь это видно блок от консолидации накопление выстрела потом свалились вот хороший рост смотрите классно весь год прекрасно прекрасно себя вела разношерстная сейчас вот в консолидации грохнулась бумага в течение года конечно так себе история тоже очень сложная сложная история down trend нет вообще очень очень опасная история хороший смотрите канал пробитие канала в течение года все прекрасно нет только все началось непонятно куда идет непонятно непонятно нет мой нет вообще объема даже нет можно остаться без штанов прекрасно прекрасно пробой можно по свинк трейдить тоже интересная история но давайте посмотрим с другой точки зрения давайте посмотрим перейдем в техникалс вот сюда не давайте в чарт вот так вот сделаем и и пойдем в пол и здесь посмотрим чтобы двадцатая средняя была под ценой чтобы пятидесята и средняя была под ценой и чтобы 200 средняя была под ценой то есть у нас будут должны появиться осталось три бумаги из 25 мог из 20 то есть это бумаги с пересечением средних на которые смотрят я напомню фундаментального это институциональные игроки и и это сильные хорошие графики качественные вот конечно же это первичный взгляд и этих бумаги надо почитать фундаментальный анализ надо посмотреть технический анализ и далее пойти по осциллятором посмотреть дополнительно здесь их нет но все равно мы здесь посмотрим сейчас по графикам но смотрите да вот мы благодаря вот этим средним почистили хорошенько у нас вот помните бумага нам подал что пробой был хороший вот был хорош коридор пролили потом зашли большой зашел большой объем в течение года вела себя бумага ну хорошо здесь мы даже зашли и держали мы бы заработали нормальных денег что ж тут столько реклама то могу убрать play хорошо себя показывает по графику уберу эту бумагу что рекламу то есть play хороший пробой надо смотреть дальше чтобы она дальше поросла вот здесь по этой линии ну дала час за неделю 19 процентов тут вообще за неделю 40 процентов что еще силой текей вот ее коридор движения вот расширилась 22 процента за неделю прекрасно показать весь год смотреть все зеленую все шикарно здесь может и были провалов уплая да вот здесь все шикарно с джей тоже весь год зеленый мод купили бы забыли заработали 77 процентов вот была консолидация и потом был пробой прекрасная бумажка rp hm тоже ее есть уронили получается было консолидации сейчас начался пробой но здесь конечно нужно смотреть быть поаккуратнее я бы нашел бы до предыдущих хайов сначала но вот история очень мало на реновая бумага вот так мы посмотрели с вами фундаментальный анализ бумаг посмотрели с вами технические техническую картину бумаг поэтому если интересно можете дальше копать у меня на этом все желаю всем прекрасных выходных прекрасного настроения и до понедельника держитесь верного курса всем пока